3 апреля 2024 года среда стареющая луна будем с вами пересаживать аллоказию сумму или сумма не знаю как правильно вот такая красавица как всегда перед началом работ с растением внимательный осмотр фиксируем если есть какие-то повреждения пятна на листьях вроде все листочки чистые потрясающая расцветка нового листа свекольная под цвет ножек из-за ножек собственно я ее и схватила а потом лист зеленеет но прожилки с изнанки остаются малинового цветка у сиренево даже не малиново это растение в отличном состоянии практически полностью развернула новый лист черешок еще коротенький будет расти и листовая пластина будет увеличиваться но в целом лист уже готов можно пересаживать сидит растение в 13 горшке значит диаметр горшка 13 сантиметров по моему в чистом торфе но сейчас будем освобождать от него и еще поточнее посмотрим я не вижу никаких разрыхлителей может быть не торф а кокосовый субстрат все идем освобождать от старого грунта так давайте освободим от грунта заглянем как я говорю растению в душу очень легко все вышло из горшочка нижней части много белых корней ну так на первый взгляд не вау по корням скорее всего была недавно пересажена вот верхний слой вы видите сам осыпается да это чистый торф так ножка какая-то полетела или при пересадке растения заглубили что в случае с аллаказиями оправдана вот было заглубление на два пальца так ну давайте докопаемся до истины почему освобождаю от грунта буду повторять это каждый раз вдруг вы новичок первый раз смотрите видео о пересадке аллаказий освобождаю от покупного грунта по нескольким причинам первое не хочу получить вместе с покупным грунтом вредителей и болезни вторая причина я буду менять вторая причина я буду сажать аллаказию свой грунт скорее всего это будет керамзит от компании плагрон и сами понимаете в таком виде вместе с торфом посадка совершенно другой вид грунта ни к чему хорошему не приведет керамзит это полу гидропоника то есть растение постоянно находится питательном растворе его корневая и торф и керамзит совершенно по-разному реагирует на влажность грунта еще раз объясняю для новичков опытным цветоводам это все понятно и третья причина принимая растение на баланс работая с новичком работая с растением впервые я хочу убедиться что с корнями все полном порядке нет гнили нет пятен никаких подозрительных что корневая хорошо развита в трофеном коме понять это очень сложно но и уж тем более увидеть какие-то проблемы с корнями и вот четвертая причина очень кстати частое явление внутри у покупных растений особенно у голландских вот такой вот такой клад колтун из корней в чем причина такого здесь вот уже снята в чем причина такого явления укореняют растения торфяные таблетки или в маленькие стаканчики а потом перевалкой без разбора корневой системы пересаживают в горшок объемом больше здесь вот нет оболочки от торфяной таблетки может быть это был маленький стаканчик или губка вот уже 2 аллаказия видео не передает по цвету это торф но это не торф очень плотно и что-то плотно и упругое очень похоже на флористическую губку я думаю понятно да почему мне нужно это все расковырять причину я уже называла при пересадке на полугидра это все будет мокнуть и гнить соответственно это будет все переувлажнена излишне увлажнена рядом с основанием аллаказии лишняя влажность вообще ни к чему не любят они этого может быть особенно если вы первый раз видите пересадку такую может быть у вас шок сердце кровью обливается виде как беспощадно не работаю с корнями поверьте я делаю это не первый раз посмотрите другие видео мои с пересадками посмотрите видео пересадка с результатом как раз результаты положительные таких пересадок и позволяют мне не боясь работать с корнями вообще я считаю что таким образом я веду себя как очень взрослый ответственный цветовод растений вот то есть я беру ответственность на себя не перекладываю на продавца который продал и ему собственно все равно что дальше будет с этим растением сожалению такова реальность наша масс-маркетом абсолютно все равно как будет чувствовать себя растение и даже не побоюсь этого сказать им выгодно если растение у вас погибнет придете купите новое это ужасно звучит но это так поэтому когда я растение покупаю я с ним очень активно работаю не должно для меня остаться никаких тайн между нами не должно быть тайн все должно быть предельно ясно никаких запутанных историй не должно быть вот теперь а сейчас мы еще и мыться пойдем да да смою всю флору и фауну с этих прекрасных корней вот мы какие во всей красе после душу перед вами опять же для тех кто первый раз видит пересадку аллаказии вообще может быть принципе аллаказии будет интересно посмотреть какая у нее корневая откуда вообще ноги растут ведь это был клубенек из него выросла вот такая вот красота корни промыла просто горячей водой листья и черешки и в том числе новый лист горячей водой с мылом вот поэтому важно чтобы лист был практически полностью раскрытый с уже заматеревшими можно так сказать тканями нежный листочек который только только раскрылся может не перенести такие процедуры нежный самый маленький листочек я сняла толку от него все равно никакого в его основании вот здесь в пазухе была грязь которую было невозможно вынуть и вот видите у него под основанием листа зачаточек корни корни мне сейчас нужнее чем листочки тем более маленькие так ну все теперь я довольна так нужно обязательно сказать что если бы был хотя бы намек на гниль или пятна какого-то непонятного происхождения был были бы корни по цвету отличающиеся вот от такого молочно-белого я бы обязательно приняла дополнительные меры возможно всю корневую замочила бы в растворе максима или вырезала пятна и обработал бы концентрированным максимом и основание стволика клубенек корни это я говорю для тех кто у купленного растения вдруг что-то подозрительное видит сейчас нас всех пугают сейчас нас владельцев аллаказии пугают гнилью которая развивается вот здесь в основании аллаказии и за очень короткий срок убивает растение поэтому лучше ребят перебдеть также можно для профилактики замочить в растворе фитоспорина для тех кто не любит совсем уж ядреную химию пожалуйста все переходим к посадке выбор горшка аллаказию я буду сажать на полу гидро в керамзит позже расскажу во время посадки почему выбрала именно этот субстрат и этот способ посадки вот такой горшок значит растение у нас куплено было в горшке 13 13 сантиметров вот в такой же мы и будем сажать горшок прозрачный для наблюдения за развитием корней и за контролем количество питательного раствора горшок я буду ставить вот в такой кашпо тоже полупрозрачная плюс огромный то что она не совсем прозрачная а такой вот бирюзовая то есть это ограничить поступление ультрафиолета к корням и ограничить рост водорослей я надеюсь но в то же время сквозь стенки будет видно количество налитого питательного раствора все приступаем непосредственно к самой посадки взяли горшочек вот в такой керамзит я буду сажать от компании плагрон первый раз буду использовать керамзит вторично то есть в нем уже сидели растения я его промыла очистила при помощи специального препарата вот вы видите на экране сам препарат и дозировку почему решила сажать в керамзит во первых 99 процентов моих аллаказий сидят на полугидра в керамзите сидят очень успешно наращивают лист за листом дают деток чувствовать себя прекрасно это во первых во вторых обожаю работать с керамзитом так немного поправила камеру чтобы вам внутренности горшка были видны вот так расправляю корневую вы видели как я его вращательным движением закрутила на дне проверим уровень посадки с небольшим заглублением так и я буду сажать вам да расскажу про керамзит обожаю этот материал ничего не надо смешивать перемешивать промыл его и он готов к посадке чисто быстро ну и самое главное конечно я уже сказала растение в нем себя чувствует великолепно так прошу прощения за дрожь неудобно держать растение одной рукой 2 сыпать контролировать и уровень посадки и положение растения в горшке а между мной и растениям камера которую нельзя задевать ну принцип я думаю понятен не торопясь потихонечку понемножку засыпаем керамзит и палочкой его пропихиваем между корнями цель всего этого мероприятия распределить керамзит между корнями не оставив при этом пустот которым корешки которых корешки могут повиснуть не получая ни питания не влаги проследить чтобы растение было по центру горшка и не сильно заглублено но и не торчало основание над керамзитом готова проверяем смотрим сквозь прозрачной стенки горшков как сел керамзит если находим крупные пустоты пропихиваем и осторожненько палочкой вот видно корневая посадка практически завершена так осталось поставить в кашпо и залить фильтрованной водой с добавлением укоренителя так налила раствор даже можем еще добавить чуть больше 1 3 вот так покажу поближе чтобы все все был понятно что вы могли повторить и это все у себя дома препарат у вас сейчас на экране для укоренения и дозировка тоже все посадка завершена это видео я снимаю для рубрики пересадка с результатом и надеюсь через месяц все будет хорошо с этой аллаказии прошло ровно три месяца и сейчас я готова вам показать результат той пересадки аллаказии чувствует себя превосходно посмотрите как утолщился ствол основание растения и какие длинные 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 ноги наросли это был лист самый крайний при пересадки и посмотрите какой новый лист подарила мне это аллаказия роскошный огромный вот моя рука и на данный момент это самая большая аллаказия в моей коллекции у меня 17 сортов на данный момент она даже целиком не влазит не входит в кадр огромное просто потрясающей красоты растения очень экзотический внешний вид и куда ее не поставь там сразу джунгли очень красивая лист тонкий я переживала что могут быть какие-то неприятности из-за этого но нет прекрасно переносит все недочеты ухода не долив перелив абсолютно не капризная вот такие толстые ноги свекольного цвета и конечно же она уже переросла свой горшок давайте покажу вам корневую вот так смело и и беру за ноги потому что она уже там все оплела оплела горшок прекрасные белые светлые корни в огромном количестве пересаживать пока не буду не вижу в этом пока необходимости подождем еще один лист но переставлю в другой кашпо и сейчас вам покажу идею для вдохновения как можно оформить такую высоконогую аллоказию когда растение настолько высокой всегда есть риск что голова перетянет низ и растение завалится поэтому я взяла вот такую вазу стеклянную большую широкую и высокую и вместе с горшком ставлю аллоказию прямо в эту вазу базу очень устойчивая благодаря высоким краям будет поддерживать черешки аллоказии при помощи малярного скотча и жидкости для снятия лака сделала вот такое прозрачное окно сняла краску со стенок наружных вазы чтобы было чтобы был виден уровень жидкости у растения пишите как вам идея по моему здорово вот отлично виден уровень жидкости благодаря широкому дну вазы вошел целый литр раствора питательного и я надеюсь что этой лошадке хватит надолго она кушать очень любит спасибо за внимание за просмотр и подписывайтесь на канал ставьте пожалуйста лайк и до новых встреч